В начале встречи культурный обмен. Коротко об истории Одинцовского района и его достопримечательностях гостям из Баварии рассказал Андрей Иванов. Немецкие парламентарии в свою очередь поведали о том, как устроена их система власти. Пришли к выводу, все очень похоже, а значит с зарубежным инвестором у нас будет комфортно работать. Одинцовский район – одно из самых привлекательных территорий Подмосковья для инвестиций. Мы активно готовы развивать вместе с партнерами, в том числе и с Германией, туристический кластер, кластер, связанный с IT-технологиями и образованием, любые инфраструктурные проекты, конечно, услуги и торговые. Представители Баварии уже успешно работают в Одинцовском районе. На данный момент гипермаркет «Глобус» – один из крупнейших инвесторов. Рядом с ним открылись еще несколько торговых центров. Таким образом, образовался целый кластер. Общий объем инвестиций в прошлом году составил более 6 миллиардов рублей. Хочу еще раз подтвердить, заверить, что мы готовы к общению с инвесторами, открыты, готовы принимать инвестиции, создавать дорожные карты по развитию проектов и четко соблюдать взятые на себя обязательства. Анализ рынка, проведенный специалистами администрации Одинцовского района, показал, в социальной сфере инвесторам будут особенно рады. Например, зарубежные предприниматели могли бы вложить свои деньги в частные детские сады или дома престарелых. О последних поговорили отдельно. Мы встречались уже с несколькими инвесторами, которые хотели открыть именно в нашем районе такие дома престарелых, именно частные инвесторы. В Баварии дома престарелых существуют за счет негосударственных средств, и если места в них находятся для всех желающих, то квалифицированного персонала не хватает. И это еще один повод для сотрудничества. Мы можем пригласить ваших специалистов, чтобы они поработали у нас. Мы их подготовим, а потом вернем обратно на родину. Рассказали гостям из Баварии и о налоговых обязательствах и преференциях для потенциальных инвесторов. Условия оказались более чем привлекательны. Об этом немецкие политики обещали рассказать своим предпринимателям. Мы политики всего лишь посредники. Вернувшись домой, мы обязательно расскажем нашим предпринимателям о том, что недалеко от Москвы есть крайне интересный регион, где можно строить и открывать производство. Тем более, что ряд предпринимателей из Средней Франконии уже находится здесь и успешно работает. Дальнейшее сотрудничество одинцовцев и баварцев возможно не только в социальной и торговой сфере, но и в сфере образования. Например, в Баварии есть сельскохозяйственный образовательный центр, в котором учатся немало россиян. Их можно было бы обучать и на родине, говорит Рихард Барч, если для этого создать условия. Впрочем, этот и другие вопросы, связанные с сотрудничеством немецких предпринимателей и Одинцовского района, обязательно будут рассмотрены подробнее. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Результатамы.